Возвращаемся мы на беговую дорожку. Нам представляет второй забег. За кого здесь будем болеть? Так, ну, интерес вызывает, естественно, команда Бельгии. И я вижу, что за команду Бельгии стартует Кевин Барли. И это говорит о том, что оба брательника сюда приехали. Кто понимает, Джонатан Барли бежал 200 метров, и сегодня он бежит в финале же 200, да? Да, он как раз попал и побежит. И будет бороться. А брат Кевин, брат-близнец, будет бежать сегодня четвертый этап. 99%, что завтра в финале оба братца должны выступить. Очень сильная бельгийская команда. Здесь сборная Финляндии бежит на первом этапе. Ни одно из указанных имен чуть раньше ничего не говорит. За команду Испании тоже звезд мирового масштаба не предвидится. Дальше по дорожкам. На четвертой дороге команда Нидерландов. Венгрия на пятой, на шестой Бельгия, на седьмой Украина, на восьмой Чехия. За Украину Михаил Кныш, Алексей Ремень, Евгений Хуцоль, наверное, так его правильно называть. Называть и Владимир Бураков. Команда Бельгии на шестой дорожке. Первый этап будет бежать Нильс Дуэрник. Вот он, на ваших экранах. Ну, а один из двух братьев Барли, Кевин Барли, на последнем четвертом этапе. Сборная Украины. Михаил Кныш. Ну, что можно сказать? Подводя итоги первого забега, наши показали стыдно. Называем вещь своими именами. Стыдно называть результат. Три минуты, девять и девяносто четыре сотые секунды. Если это взять да поделить на четыре, то получается сорок семь с половиной. Если прибавить к этому секунду, которую отнимает низкий старт, да, а мы бежим сходу, ну, грубо говоря, наши бежали в среднем медленнее, чем сорок восемь секунд. Это слишком медленно. Это уж слишком. Ну, Леш, что делать? Бежали как могли. Ну, бежали как могли, тогда вопрос целесообразности выставления команды, Оль, которая бежит на 3.09. Нет, ну, речь идет все-таки о том, чтобы показать результат. Да, да. Какой? 3.09? Нет, ну, я согласна с тобой. Ну, не ругайся. Я недоволен просто. Я недоволен выступлением нашей команды. Да нет, а какой? Тут ни оруга не идет речь. А о том, что, ну, я не знаю, чего мы ждали от команды, от нашей. Если действительно мы пробежали на пять секунд хуже, чем надеялись, на четыре хотя бы, это один результат. Если мы везли, заранее понимая, что будет 3.09.94, то вы меня извините. Причем, какие могут быть вопросы к последнему этапу? Да никаких. Да и к третьему тоже. Вообще-то, мужики боролись как могли. Другой разговор, что возможности ограничены. И все мои эти россказни, и пугалки про черную палочку, ни к чему не привели. Черная палочка к финишу прибежала первой. Вот так вот. В руках английской команды. 3.05.50. Тоже результатик-то такой. Они сами бегали быстрее, почти на 10 секунд. Может, надо было англичанам рассказать это. А они-то не знают, как в этом. Мужики-то не знают. Так в рекламе. Итак, вторая дорога Финляндия, третья Испания, четвертая Нидерланды, пятая Венгрия, шестая Бельгия, седьмая Украина и восьмая дорожка Чехии. Я вспоминаю, 2008 год, потому что 2.58, и мы чуть-чуть команду Ямайки там не съели. На самом финише совсем чуть-чуть Денису Алексееву не хватило. А у Алексеева там в олимпийском финале было сходу не 47.5, а из 44. Только у Оренера он, по-моему, проиграл по ходу дистанции. Вы представьте себе. Только Джереми Оренера. Нет, ну а потом, поскольку мы говорили, что наши чемпионы Европы, причем никак не в усеченном составе, когда проводилось континентальное первенство в 2010 году, то здесь были самые, ну не здесь, а в Барселоне, были самые сильные, самые лучшие представители... Соперники, конечно. Да, континента. Поэтому это здесь мы говорим, что в Хельсинки приехали не все. Ну, по большому счету, это правда, да? А там был сильнейший состав. Ну что, у нас лидирует команда, сборная команда Чехии. У Чехов вот эти вот нарукавнички такие, назовем вот так, очень модные. Я не знаю, у этого... Вчера Маслак бежал точно так же. У этого аксессуара туалета... Вчера Маслак бежал, и сегодня Маслак бежит. И Маслак вчера выиграл. Вот. Что касается третьего этапа, Джозеф Пророк бежит за команду Чехии. И Якуб Халуша на четвертом этапе бежит. Вопросы о том, Леш, почему вся команда не берет это вот на вооружение? С лидера? Вопрос, вопрос. На ваших экранах Джозеф Пророк. Нормально, нормально он контролирует ситуацию. Его преследует Денис Шпилекон, представитель Нидерландов. А вот бельгийцы, бельгийцы пока что особо не восхищают. Я думаю, что Кевин Барли должен всем сейчас дать жару, чтобы команда Бельгии в итоге не попала на какую-нибудь там трубу. И вот сейчас будет очень интересная битва. Владимир Бураков, Украина, против него Кевин Барли. Пока что Барли убежал вперед на лихом коне. И в этом сезоне Барли имеет результат из 45 секунд. Напоминаю, из 45 секунд он и Джонатан, родной брат, два лидера европейского сезона. И, в общем-то, сомнений никаких быть не должно, что он привезет свою команду к финалу. Но давайте смотреть. Бураков подтянулся. И финиш очень интересный наш ожидает. Итак, Чехия, Нидерланды, Бельгия и Украина. Барли, смотри, как включился, а. Вот это да, он включился на финише бега на 400 метров. Это действительно, это непостижимо. Это как Наталья Антюх только умеет делать. 3.05.29. Не быстро, но мы видим, какой потенциал у Барли. Это только один из двух братьев. Сейчас убирают слабейший этап, ставят Джонатана. Понятно, ему там бесследно не пройдут три бега на 200 метров, но все-таки по-хорошему 200, это не 400. Там еще испугаться особо не успеваешь. Ну, а тем более для прирожденного 400 метровика. Ну, а потом 400 метров. Я говорю, 200 метров для него это такая игрушка на чемпионате Европы. Все равно. Конечно, ну вот смотри, Барли, бежал он 400 или нет? Обычно после бега на 400 метров там люди падают. Вот представитель Испании, вот он так вот и лежит до сих пор на беговой дорожке. И не может вот там, вот видите на дальнем плане, он и подняться не может. Давайте еще раз смотреть финиш Кевина Барли. Действительно, смотри, он действительно начинает финишное ускорение. Как будто это Барзаковский на финише 800 метровой дистанции. Но там-то с другой скоростью все-таки преодолевается подготовка вот к этому финишному ускорению. Ну, просто здорово. Просто выше всяких похвал. Готов. На ходу. Так, а результат это украинцы в итоге голландцев съели. Бельгия, Чехия, Украина, Нидерланды. Так, результат Нидерландов 3.06.15. И мы сейчас посмотрим, что это дают в сумме. Ну, Нидерланды попадают 3.06.15. И 3.06.44 попадают французы. Четвертые из первого забега. Итак, состав общий финалист.